Добрый день, точнее вечер. Я зашла немножко раньше, чтобы попробовать потестировать звук, видео. Надеюсь, хорошо меня слышно и видно. Главное, чтобы было слышно, потому что будет сегодня очень интересно и практично. Все отлично, немного волнуюсь, но думаю, что в целом все будет, придет хорошо. Хорошо. Если в процессе возникнут какие-то проблемы со звуком, пожалуйста, пишите. Мы постараемся их вовремя устранить, чтобы всем было слышно и видно. Начнем ровно в 8, поскольку все участники, думаю, соберутся в 8. А пока давайте попробуем в комментариях написать, ранее проводили ли вы исследование и по каким темам. Для меня это тоже будет полезно, поскольку я буду выстраивать тогда свое выступление в соответствии с вашими комментариями. Отлично. Вот как раз вижу, что всем слышно, всем видно. Это замечательно. Пока не вижу ответов. Видимо, никто еще не проводил исследование. Если не проводили, то так и напишите, что пока еще не проводили. Кстати, курсовые работы тоже считаются исследованием своего рода. Но думаю, что большинство из тех, кто заканчивал вузы, писали курсовые и дипломные самостоятельно, поэтому это тоже считается видом исследований. Потихоньку народ набирается. Я вот вижу, что сейчас с нами 14 человек уже. Поэтому ближайшие 4 минуты думаю, что мы начнем. Дальше отпишет, что мы исследователи проводили. А можете уточнить, да, какое это было исследование? Отлично. Так, еще два человека к нам присоединились. Классно, вот. Вижу, да, ваши ответы. Так, еще к нам присоединяется народ. У нас еще есть 3 минуты. Ну, сегодня я сразу хочу сказать, что мы будем говорить больше о практике, да. То есть, понятное дело, что в каждом исследовании, будь то научное или какое-то прикладное исследование, предъявляются свои требования. И сегодня будем говорить об общем процессе, как эту работу построить так, чтобы она была эффективной. Возможно, где-то вам потребуется дополнительно прочитать литературу по научным каких-то подходам к проведению исследований. Я постараюсь вам подобрать затем после вебинара такую подборку литературы, чтобы вы могли почитать, посмотреть. Отлично. Тут у нас есть исследование по международным делам. Это отлично. Да, презентация будет доступна обязательно. И, насколько я помню, вебинар будет также доступен в записи на медиаскулка Барази. Поэтому подписывайтесь на страничку в Facebook и в Instagram. В конце презентации будет адрес. И обязательно следите за всеми новостями. Вебинаров будет очень много, они будут все интересными. Так, у нас две минуты. Так, еще к нам люди присоединились. И если, кстати, у вас в процессе возникнут какие-то вопросы, вы можете, если я на них не смогу ответить в ходе презентации, давайте связываться по почте без проблем. Я есть в социальных сетях, мы можем связываться, можем общаться. Если чем-то смогу помочь, буду только рада. Сама я проводила очень много исследований, в основном по безопасности, профилактике правонарушений. Потому что моя специфика работы, она такая. Из последних исследований мы вот сейчас, в данный момент, наша организация проводит мониторинг действий силовых структур в режиме ЧП, в режиме чрезвычайного положения в Кыргызстане. Потому что очень много нареканий со стороны населения поступает, но мы решили эту всю информацию систематизировать, собрать данные объективные о том, что вообще у нас в Кыргызстане в режиме чрезвычайного положения, чрезвычайная ситуация происходит. Давайте пока народ присоединяется, я немножко расскажу о своей деятельности, раз такой вопрос поступил. Я уже больше 10 лет работаю в организации, которая называется Гражданский союз. Сейчас я являюсь ее сопредседателем, одним из трех сопредседателей. И наша деятельность в основном заточена под аналитику. Мы проводим исследования, мы направляем рекомендации в органы государственной власти. И преимущественно это милиция и местное самоуправление, поскольку наша тема это безопасность, наш фокус. И мы провели за последние 10 лет очень-очень много исследований. Если кому-то интересно, заходите на сайт reforma.kg. На разделе аналитика есть все эти документы, часть из которых писала я сама, часть из которых мы писали в команде. Также я иногда пишу статьи для Кабаразия, тоже с фокусом на безопасность и деятельность милиции в Кыргызстане. Вот, как-то так. Сейчас у нас уже 26 человек, сейчас ровно 8.00. Если кому-то не видно или не слышно, пожалуйста, сообщите об этом. Но я думаю, что всем хорошо видно, слышно. В принципе, интернет у меня сегодня очень хороший. Надеюсь, что все будет без перерывов. Отлично. Давайте, наверное, потихонечку начинать. Я думаю, что люди в процессе присоединятся. Итак, я уже начала вам говорить о том, что я проводила много исследований, которые были связаны с безопасностью. И большинство из них ставили перед собой цель разработку конкретных рекомендаций для того, чтобы исправить ситуацию какую-то проблемную, которая существовала у нас в Кыргызстане. К сожалению, пока мне не удавалось проводить исследования такие центрально-азиатского, например, характера или какие-то сравнения с зарубежной практикой. Но думаю, это все впереди. И, возможно, кто-то из вас заинтересуется этой темой. И мы можем вместе какое-то исследование провести. Для меня, в первую очередь, исследование – это процесс объяснения, понимания или изменения социальной реальности. Почему именно такая формулировка? Это такая вольная трактовка формулировки Энтони Гиддонса, такой известный социолог, который живет в Великобритании. Дело в том, что все исследования, которые мы проводили, они носили практический характер. То есть это не просто теоретические какие-то научные исследования, которые изучают проблему. Мы старались всегда в своей деятельности делать какие-то практические вещи, которые направлены на изменение реальности. То есть мы делали рекомендации, которые были реально применимы. Другой вопрос – брали ли их органы государственной власти или нет. Это уже, конечно, пускай будет на их совести. Но, тем не менее, наши исследования всегда носили такой практический характер. Но, безусловно, существуют исследования научного, чисто научного характера. Бывает, что исследования могут быть, скажем так, зандажными их называют. Это такие экспресс-исследования, которые направлены на изучение поверхностной ситуации, чтобы в будущем какие-то вещи углубить. И сейчас мы немножко поговорим о теоретической части. Попробуем классифицировать исследования. На самом деле, этих классификаций очень много. И я постаралась для вас собрать основные классификации, которые могут вам пригодиться, чисто для того, чтобы понимать, какие исследования бывают. И когда вы столкнетесь с каким-либо исследованием, вы уже по тому, что мы сегодня обсудим, поймете, какого рода это исследование. Итак, сейчас у меня немножко затормаживаются слайды, но я надеюсь, что это решаемо. Итак, первая классификация, первое разделение, которое мы сегодня рассмотрим, это классификация по глубине анализа. И вот я уже немножко рассказала о том, что бывают разведывательные исследования, это пробное, или его еще называют пилотным, или зандажным. В науке есть такое слово. Это исследование обычно используется для того, чтобы получить первичную информацию о каком-то явлении, которое вы хотите в будущем изучить. Или уточнение каких-то гипотез, или каких-то задач. Возможно, вы в процессе такого пилотного исследования можете определить какие-то ошибки в своем инструментарии, или определить границы. Может быть, вы слишком широкую рамку исследования поставили, или, наоборот, слишком узкую. И попозже мы немножко будем говорить о том, в каких случаях можно будет это исследование применять. Существуют описательные исследования, которые являются более сложным видом анализа. И они направлены в большей степени на получение практических сведений, но и могут дать такое целостное понимание того предмета, который вы изучаете. Еще более сложный вид анализа – это аналитическое исследование. Оно требует довольно серьезной подготовки, поскольку оно направлено не просто на описание реальности, не только на описание того, что вы увидели, услышали, узнали. Оно направлено на установление причинно-следственных связей. То есть вы можете в описательном исследовании поставить перед собой задачу изучить какое-то явление, а следующим шагом может стать аналитическое исследование, где вы можете выявить, а почему это происходит, по каким причинам. И это довольно сложно, но при достаточном уровне подготовки это наиболее такой полезный вид исследований. Давайте перейдем к следующей классификации. Следующее разделение по направленности целей. Я уже говорила, что существуют научные исследования. Их обычно принято относить к фундаментальным. То есть это исследования, которые направлены на научные цели. И они в большей степени теоретические. И есть прикладные исследования. Они носят практические цели. И большинство исследований, которые, например, я участвовала, в которых носили именно практические цели, они ставили перед собой задачу какую-то проблему решить. Еще одно такое довольно популярное разделение по цикличности. Это тоже очень важно. Когда вы будете, например, изучать какую-то информацию, обращайте внимание, есть ли в этом исследовании упоминание о его цикличности. Точечные исследования, их называют разовые, когда вы один раз исследуете какой-то определенный объект. А повторные исследования, они изучают явление или объект какой-то динамики. Например, перепись населения относится к повторным исследованиям, поскольку она отслеживает, как меняется население в зависимости от течения времени. Есть также панельные исследования, их особенно часто применяют в социологии и психологии. Это изучение одних и тех же лиц по прошествию времени. Например, было такое очень интересное исследование, связанное, его называют еще зефирный эксперимент, когда собрали детей, группу детей, и предложили им угощение сладкое в каких-то случаях. Это несколько раз такие эксперименты проводили. Условно возьмем зефир. Положили перед ними зефир и предложили, что ребенок может съесть зефир сейчас, или если он подождет какое-то определенное количество времени, он получит два зефира. И большинство детей, конечно, подождали, но были дети, которые съели свою зефирку, поскольку не захотели ждать вознаграждения через какое-то время. И через несколько лет, через какой-то довольно большой промежуток времени, этих детей снова изучили. То есть изучили, как они живут, каким успехом они пришли. И выяснилось, что дети, которые были способны подождать вознаграждения, то есть подождать, когда им дадут вторую зефирку, они были более целеустремленными, у них было больше силы воли, и они достигали больших успехов. То есть это такой очень интересный пример панельного исследования, который показывает, как влияют установки человека на его дальнейшую жизнь. Давайте пойдем дальше. Еще можно разделить исследования по условиям. Это так называемые полевые, то есть это в естественных условиях, когда вы, например, наблюдаете за какими-то группами людей в их естественных условиях. Или есть лабораторные. К этим относятся тоже такие исследования, вот как этот зефирный эксперимент. Потом есть еще, например, фокус-группы тоже относят к таким лабораторным методам исследования, поскольку вы создаете условия, приглашаете людей, изучаете их не в их естественной среде, где они живут, где они работают. Вы их приглашаете в специально созданное место, в созданные условия, и проводите с ними какую-то работу. Ну, еще одно такое важное разделение, на которое мы сегодня, собственно, будем строить нашу работу, это разделение по методам проведения. Это исследования количественные и исследования качественные. Давайте подробнее поговорим о том, насколько они различаются. Количественные исследования строятся на данных. Количественные исследования — это всегда большая выборка, это всегда очень структурированные жесткие методы. Их преимущество в том, что они могут помочь нам спрогнозировать какое-то явление или какую-то вещь, потому что оно настолько массовое, что, в принципе, позволяет выявить настроение и экстраполировать, допустим, какую-то небольшую выборку на большое количество людей. Есть еще такая вещь, что количественные исследования все-таки акцентируются на общем. Оно изучает какие-то закономерности. Мы берем очень-очень много данных и смотрим, какие явления повторяются, какие ответы повторяются. К количественным исследованиям, например, можно отнести индекс доверия населения, который ежегодно проводят у нас в Кыргызстане Национальный статистический комитет. Они раз в полгода, кстати, это периодическое, это уже такое цикличное исследование, раз в полгода они по одним и тем же методикам, по одному и тому же опроснику они замеряют, насколько население доверяет или не доверяет нашим органам власти. Что важно? Исследователь всегда в количественном исследовании работает с цифрами. Может быть, полевой сбор данных, то есть непосредственный опрос, может проводить один человек, потом он обрабатывает эти данные и передает непосредственно тому человеку, который будет их анализировать. В качественном исследовании такого быть не может. В качественном исследовании исследователь обязательно должен вовлекаться в процесс. Не может быть такого, чтобы фокус-группу проводил один человек, а работал потом с результатами фокус-группы другой человек. Таким образом вы упустите очень много важных деталей. И поэтому мы в команде, например, когда проводили качественные исследования, нам, безусловно, из-за сроков приходилось разделяться, но мы старались после каждой фокус-группы, после каждого интервью, мы садились, делились друг с другом результатами, мы фиксировали даже самые маленькие эмоциональные реакции, об этом мы чуть попозже поговорим. И это самое важное отличие качественного исследования от количественного. Качественные исследования всегда акцентируются на частном, то есть на каких-то видениях, на каких-то смыслах, на каких-то интерпретациях, которые люди вкладывают в значения. То есть если мы хотим изучить какую-то причину, причину-следственную связь какого-либо явления, мы всегда должны спрашивать, углубляться и спрашивать у людей о том, какие смыслы они вкладывают. Потому что, например, для одного человека может это значить вопрос, например, о доверии к милиции, может значить одно. Для другого человека может значить другое. И наша задача выявить, насколько вообще много причин может быть у какого-либо явления. Качественные исследования всегда используют гибкие методы, они направлены в большей степени на понимание и объяснение каких-либо явлений, но, к сожалению, не все качественные исследования могут быть такими обобщающими. То есть из-за того, что выборка небольшая, как правило, это небольшое количество людей, мы не можем результаты качественного исследования распространять на весь, допустим, на всю страну, на весь Кыргызстан или на весь центрально-азиатский регион. Но на самом деле качественные исследования, они очень помогают, когда нужно выработать какие-то практические вещи, когда мы вникаем в суть процесса, когда мы пытаемся понять причины. К сожалению, количественные исследования такого нам не дают. Надеюсь, что... Так, немножко подвисает презентация. Давайте продолжим. Количественные исследования строятся на дедуктивной, то есть нисходящей логике, и направлено в большей степени на тестирование гипотез. То есть мы какую-то гипотезу видим, допустим, мы думаем, что население не доверяет милиции. Да, это я со своей спецификой. А качественные исследования, оно наоборот, построено на индуктивной логике, на восходящей. Мы пытаемся из каких-то частных случаев выстроить гипотезу. Количественные исследования помогают нам сделать общие выводы, а качественные, они обеспечивают именно глубину понимания того или иного процесса, который мы изучаем. И как вы видите на этом слайде, я не случайно взяла именно эти признаки. И понятно, что на самом деле количественные методы и качественные методы, они очень редко используются по отдельности. И исследователи, особенно социологи, до сих пор спорят, какой из этих исследований, какой из видов, из методов этих исследований лучше. Но я убеждена, что на самом деле только микс этих методов может помочь нам изучить полностью какое-то явление. Поэтому в своей работе я всегда использую микс методы, которые направлены как на количественные какие-то показатели, на какие-то замеры, и так и на качественные. Мы всегда делим наши исследования на две части. Отдельно мы проводим социологические массовые опросы, и отдельно мы проводим качественные исследования, которые направлены на изучение причин и каких-то смыслов, которые люди вкладывают. Потому что вопрос безопасности, как вот, например, я изучаю, это очень такой щепетильный вопрос. И без понимания того, что на самом деле люди думают, выстроить какие-то рекомендации практически невозможно. Сегодня мы поговорим с вами об основных формах качественных исследований, об интервью, в том числе экспертных. То есть когда мы обращаемся к какому-то человеку, который очень хорошо в этой теме ориентируется. Поговорим немножко об инструментах анкетирования, обочном и заочном. Поговорим о фокус-группах. Этот вид, эта форма очень заслуживает отдельного внимания, потому что это довольно сложно, несмотря на, кажется, простоту этого. И, наверное, сегодня уже не успеем, но я хочу тоже обратить внимание на эту форму наблюдения. Иногда участвующее наблюдение. Вот мы когда проводили, например, мониторинг работы патрульной милиции, мы иногда наблюдали со стороны. Мы просто видим, что стоит экипаж патрульной милиции, и мы со стороны смотрели, как они работают. И тоже эта форма, она очень помогает иногда собрать какие-то данные полезные. И прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, дальше мы будем говорить о дизайне исследования. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, фиксируйте их, пишите. После следующего блока вопросов, мы сейчас поговорим о дизайне исследований, вы, пожалуйста, пока зафиксируйте, пока я буду говорить, вы, пожалуйста, фиксируйте для себя вопросы. И когда я закончу с этим разделом, давайте, чтобы было удобно всем, сразу же буду отвечать на вопросы. Если какие-то вопросы есть сейчас, пожалуйста, задавайте, пока мы не перешли к следующему разделу. Так, вот тут как раз спрашивали про презентации. Хорошо, что уже ответили на этот вопрос. Так, ну поскольку пока вопросов нет, вы, если что, пишите, я потом на них отвечу. Давайте перейдем к следующему разделу. Это раздел называют, я назвала его дизайн исследования. Почему дизайн? Потому что это не просто процесс какой-то планирования. Ага, вот как раз вопрос поступил, да? Давайте мы об этом поговорим чуть позже, потому что мы как раз будем в интервью говорить в следующей части. Там есть отдельный раздел, посвященный интервью. Я для себя зафиксирую этот вопрос, я обязательно на него отвечу. Итак, почему дизайн? Потому что в своей работе я так поняла, что исследование зависит на самом деле, половина успеха исследования, это хорошо его спланировать. Хорошо проработать методологию исследования, хорошо проработать выходы. Это называется в социологии выход в поле. То есть когда мы точно знаем, каким образом мы дойдем до тех источников информации, которые нам нужны. Например, у меня это какие-то государственные органы или населения. И чаще всего очень трудно достучаться именно до госорганов, которые, к сожалению, не всегда охотно хотят участвовать в таких исследованиях, особенно если вопрос острый. Но дальше мы об этом поговорим. Нужно обязательно учитывать все эти моменты и обязательно планировать таким образом, чтобы вы знали, если вы столкнетесь с трудностями, что вы будете делать и как вы будете выходить на те группы, которые вам нужны. Давайте пока поговорим... Ох! Так, презентация моя немножко зависает. Что-то с ней произошло. С вашего разрешения я сейчас заменю презентацию, потому что, оказывается, у меня проблема со шрифтом возникла. Это очень плохо. Пока, пожалуйста, напишите ваши вопросы, которые у вас есть. А я пока попробую заменить презентацию, потому что она, к сожалению, что-то с ней произошло. Итак. Да, она, к сожалению, у меня до этого момента все было в порядке. Давайте так попробуем. Я просто для себя тоже должна зафиксировать какие-то вещи. На самом деле, выборка зависит от цели вашего исследования. Если ваша задача стоит в том, чтобы выяснить настроение жителей всей страны, то эта выборка должна быть репрезентативна. То есть, как минимум, например, для Кыргызстана минимум у нас около 2000 респондентов мы берем. Но количество исследований это всегда довольно дорого. Поскольку очень много респондентов попросить, это значит очень много потратить времени, потратить много ресурсов. Вот. Как раз мы давайте поговорим о кабинетном исследовании. Из чего? Респонденты. Да, вот как раз респонденты респонденты это люди, у которых мы будем собирать информацию. То есть, в исследовании обязательно есть две стороны, да, человек, который собирает информацию, человек, у которого мы собираем информацию. И респондентами мы называем в массовом интервью, например, человека, которого мы опрашиваем. Да, есть отличия с журналистским интервью, это обязательно. Начать нужно обязательно, вот как раз давайте перейдем, к сожалению, не получается у меня с презентацией. и начинать нужно всегда с определения проблемы. И любое исследование это решение какой-либо, то есть попытка решения какой-либо проблемы. На самом деле это очень сложно, потому что обычно мы начинаем в процессе обсуждения у нас проблема меняется. и для того, чтобы определить проблему, можно ответить на несколько вопросов таким, что я хочу изучить, что меня волнует, какая проблемная ситуация, какой вопрос, по моему мнению, требует решений. И да, может быть, это комплекс проблем, но вам нужно обязательно выделить одну какую-то, потому что в одном исследовании может быть один фокус. если это целый комплекс проблем, то нужно сосредоточиться на каких-то отдельных вещах важных, поскольку вы просто потратите очень много усилий, если будете распыляться. Для этого и нужна методология, которая поставит такие некие рамки, которые позволят вам ограничиться каким-то определенным количеством, поскольку если это будет очень большая тема, очень такая объемная, это будет сложно и для вас, и для читателя, который будет потом ваше исследование читать. Но это мое личное мнение, поэтому можете прислушаться к ним, а можете нет. Но на самом деле мы иногда используем такие исследования, мы иногда делаем такие методологии, которые касаются как минимум двух-трех аспектов, но одной проблемы какой-то. Так, что мы делаем затем? Когда мы ответили на вопрос, что мы хотим изучить, мы обязательно должны понять, а есть ли уже исследования на эту тему, что вообще об этой теме говорят специалисты. И мы приступаем к следующему шагу. Мы изучаем информацию, которая есть доступна, у нас в открытом доступе. это обязательный этап, поскольку возможно ваша тема еще не совсем сформулирована, возможно вы еще не совсем понимаете что-то о проблеме. Или наоборот, вы очень хорошо разбираетесь в этой теме, и этот этап обзора информации по этой теме, он вам очень сильно поможет посмотреть, что другие люди уже изучили, чтобы вы на это усилие уже не тратили. Вы можете посмотреть, какими способами они это изучали. Если вам покажется, что этот способ недостаточно достоверный, вы можете использовать свои какие-то способы новой изучения этой информации. Если исследование описательное, проблема тоже нужна. Может быть это вы можете формулировать не как проблему, а как какой-то аспект, который вы хотите изучить. Какое-то явление, какой-то процесс, или может быть деятельность какого-то органа. То есть в любом случае в основе исследования лежит какой-то исследовательский вопрос. Почему я называю его проблемой? Потому что я вначале говорила о том, что любое исследование по моему мнению должно носить практический характер и решать какой-либо вопрос. И на этом же на первом шаге, когда вы изучите всю информацию, которая существует у вас по этой теме, когда вы изучите все источники, которые есть в этом доступе, обязательно уточните проблему. То есть исходя из того, что вы узнали, исходя из того, что вы прочитали, вы можете сформулировать уже какие-то свои гипотезы, которые у вас появились в процессе изучения, и начать уже разработку инструментария таким образом, чтобы их подтвердить или опровергнуть. Не бойтесь строить гипотезы, не бойтесь, если они вдруг не подтвердятся в процессе исследования, это совершенно нормальный процесс, и многие исследователи, особенно начиная, они делают такую ошибку, когда пытаются свои гипотезы, когда они не подтверждаются, они пытаются все эти данные за уши притянуть таким образом, чтобы гипотеза все-таки подтвердилась. Это можно наблюдать в некоторых исследованиях, никогда не совершайте эту ошибку, если гипотеза не подтверждается, это не страшно, вы можете строить новую гипотезу, и исходя из тех данных, которые вы получили, у вас появится эта новая гипотеза. Поэтому не страшно, если вдруг ваши данные не соответствуют вашим ожиданиям, такое бывает, и это нормальный процесс, ни в коем случае не пытайтесь перевернуть данные таким образом, чтобы они соответствовали тому, что вы изначально задумали. Это очень большая ошибка, и очень внимательно смотрите, если вдруг вы заметите в других исследованиях такие вещи. Как правило, гипотеза основывается на ваших предположениях. Например, вот когда мы проводили исследование, связанное с доверием к милиции, мы исходили из того, что население в большей степени милиции не доверяет, и не доверяет потому, что сталкиваются с нарушением прав. У нас гипотеза была разделена на две части, то есть она такая большая общая гипотеза, и несколько гипотез, которые были такие под вопросы, скажем так. И в процессе мы узнали, что наша гипотеза неверна, на самом деле это абсолютно не зависит от того, сталкивался человек с милицией непосредственно или нет, это оказывается зависит от того, насколько в сообществе, в котором он проживает, вообще хорошо относится к милиции, и это все вообще на самом деле все зависит от того, какой информационный фон существует вокруг этого вопроса. если человек непосредственно сталкивался с работой правоохранительных органов, и они ему помогли, то, естественно, он будет оценивать его лучше. Если ему не помогли или, по его мнению, недостаточные усилия приложили, соответственно, ему не нравится, как работает милиция. Мне кажется, изначально, когда вы приступаете к формулировке проблемы, это пока что либо ваше личное предположение, либо то, что вы узнали в процессе. Здесь пока на этом этапе это роли не играет. Но после того, как вы изучите информацию, после того, как вы просмотрите все материалы, которые есть по этой теме, гипотеза уже должна сформулироваться именно на основе того, что вы узнали. Вы просто потратите время, если это будет гипотеза, взятая с потолка, как влияет ветер на настроение людей. Но, опять же, любая гипотеза, она рождается обычно уже на основании того, что у вас есть в голове. То есть это не может быть такое спонтанно возникшее желание. Значит, вы об этом уже думали, вы об этом уже размышляли. И гипотеза может быть построена сначала на основе ваших каких-то личных предположений, а в процессе, когда вы будете изучать тематику и уточнять проблематику, она уже у вас выстроится, как такая полноценная гипотеза, почти научная, скажем так. Дальше второй шаг это определение цели. это тоже довольно сложный этап, он уже относится к методологии. Мы определяем цели и задачи исследования. Мы отвечаем на вопрос, чего я хочу достичь в ходе этого исследования, какую цель, что я хочу этим исследованием показать. Например, мы в своих исследованиях ставили целью выработать рекомендации, которые будут направлены на изменение ситуации. Но это наша внутренняя цель, которую мы изначально понимали для себя. А в самом исследовании цель была сформулирована, как изучить влияние факторов, точнее, выявить влияние различных факторов на доверие населения к милиции. Опять же, очень много подходов есть к формулировке целей и задач, очень много подходов есть к формулировке предмета и объекта. Особенно большие споры возникают у нас в команде, когда мы начинаем определять объект и предмет исследования. Что я поняла за это время, что объект на самом деле и предмет, иногда в некоторых исследованиях просто люди не заморачиваются. Если это, конечно, не научное исследование, если это научное, то нужно обязательно соблюдать все требования, которые передвиняются к научному исследованию. В наших же прикладных исследованиях мы используем обычно под предметом и объектом одно и то же явление, поскольку мы обычно его не дробим. Но на самом деле есть способ. Объект, он всегда шире. Объект – это какой-то процесс, это какое-то явление, это какой-то орган государственной власти или что-то. А предмет – это более узкое понятие, которое отвечает уже на вопросы, какой именно аспект, какую особенность. То есть это такая некая детализация. При том, что объект может быть один, предметов может быть несколько. Например, объектом исследования, которое мы проводили, обычно является деятельность органов внутренних дел или сами органы внутренних дел, если мы проводим их оценку. То есть какое-то явление, процесс, их деятельность. Деятельность тоже может быть объектом. А конкретные предметы мы уже вычленяли потом в зависимости от того, что мы изучали. Например, мы изучали деятельность по семейному насилию. То есть какой-то определенный аспект деятельности мы брали и изучали. То есть если у вас действительно такая научная работа и вам требуется четко разделить, разграничить объект и предмет, то пользуйтесь этими формулировками. То есть вот первый вопрос, который я привела здесь, вот на слайде, к сожалению, не видно. Второй пункт – это определение предмета исследования. Вот первый вопрос – что я исследую и рассматриваю в своем исследовании? Какое явление? Какой процесс? Это вопрос, который вы предъявляете к объекту. То есть отвечая на этот вопрос, вы получаете объект вашего исследования. Какие особенности, явления или процесса? Какие характеристики и признаки? Какой аспект вы берете во внимание? Это вопрос к предмету исследования. Но очень много есть способов определить, что такое объект, что такое предмет. Особенно мы с этим парились, например, когда мы писали курсовые работы. Нам постоянно преподаватели нас заставляли переделывать, потому что мы неправильно определяли этот вопрос. Сейчас же в практической деятельности я не пользуюсь этим разделением. Мы обычно просто прописываем в одном каком-то большом таком разделе предмет исследования и полностью сосредоточены на нем, не заморачиваясь на каких-то вещах. Но это, опять же, подход, который использую я. Думаю, что вам, возможно, пригодятся вот эти вопросы, на которые обязательно нужно ответить, чтобы определить, что такое объект, что такое предмет. Так, вот какой-то у нас комментарий. Электронные датчики. Да, кстати, это очень интересный момент. Я думаю, мы попробуем это учесть, тем более, что есть такие технические возможности сейчас. Да, спасибо, Эрик. Спасибо. Давайте перейдем к следующему шагу. Это шаг третий. Здесь, к сожалению, абсолютно ничего не видно. Но этот этап касается тоже методологии. Он касается, прежде всего, определения того, каким образом мы получаем информацию, у каких источников и какими методами. То есть вы поняли, да, такая логика. Сначала мы определяем проблематику, изучаем вопросы, которые существуют по этой теме, изучаем, что изучено, что не изучено, какие пробелы еще остались. На втором этапе мы определяем, исходя из того, что узнали, цель нашего исследования, предмет, задачи, цели, задачи, предмет. То есть что конкретно мы будем изучать. Очень важно на этом этапе ограничиться какими-то рамками. Потому что опыт показывает, что когда ты не конкретизируешь предмет, ты просто тратишь усилия и потом не можешь сконцентрироваться на чем-то одном. Поэтому советую вам в самом начале определиться конкретно, что вы будете изучать и строить свою работу на следующем этапе уже вокруг именно этого предмета. А на следующем этапе мы делаем следующее. Мы определяем, каким образом мы будем собирать информацию, какие методы здесь нам подходят, количественные, качественные, каким образом мы можем вообще узнать, что происходит вокруг нашей темы. Мы обязательно должны определить, какие источники информации мы можем использовать. Обязательно должны определить, какая у нас будет выборка. И в зависимости от цели исследования мы определяем размер нашей выборки. Как раз был вопрос, какое количество респондентов оптимально. Но единого подхода к этому вопросу нет, потому что все зависит от того, какую цель вы перед собой ставите. Например, если мы изучали, вот в свое время проводили внешнюю оценку деятельности милиции в Свердловском районе города Бишкека, соответственно, выборку мы строили на основании того, сколько человек живет в Свердловском районе и какое количество респондентов, в принципе, нам нужно. Но это было исследование на уровне района, поэтому мы ограничились небольшим количеством. Это было около 400 человек, и то это очень много времени заняло, да, именно количественный опрос их. Что касается качественного исследования, то качественные аспекты этого исследования, поскольку у нас были и такие методы, и такие методы. И вот качественный аспект, мы выбрали очень небольшое количество респондентов, которые являлись действительно такими носителями знаний. Мы опрашивали квартальных, которые являются как бы такими мостиком между милицией и населением. Мы опрашивали какую-то очень маленькую группу населения, которая именно сталкивалась непосредственно с деятельностью милиции. То есть мы выбираем, мы не просто идем в сообщество и опрашиваем, кого попало, да, там, кто нам подвернулся. Мы очень тщательно выстраиваем выборку, мы очень тщательно стараемся продумать, каким образом мы к этим людям попадем, будет ли у этих людей информация о том, что нас интересует. Поэтому очень тщательно нужно подходить к этому вопросу, и дальше я вам постараюсь, когда сейчас немножко... О, отлично, презентация, кажется, моя грузится, все хорошо. Вот следующее, да, я сейчас сразу вам покажу. Вот когда мы делаем исследование, мы обычно пользуемся такой схемкой. Это, конечно, схемка такая не универсальная, сразу скажу. Потому что это мой подход, да, я так делаю. Сначала мы вписываем в эту таблицу, это очень, кстати, помогает логически выстроить наше исследование. Вот, например, я взяла предметом своего исследования открытость и прозрачность деятельности органов внутренних дел перед населением. Далее, следующая колонка моей схемы это, какие аспекты и показатели будут изучены. Этот вопрос помогает уже подойти ближе к вопросам и к тому, какая выборка будет. То есть, например, меня интересовало вот в этом, в этой цели исследования, проводятся ли отчетные встречи с населением. Участвуют ли руководство органов внутренних дел на этих встречах, да, если они заявляют, что они открыты, идут ли они к населению и общаются ли они с ними. Все ли группы населения могут участвовать в таких встречах, всем ли доступна, скажем так, милиция. Следующая колонка это детали, которые вы хотите узнать или гипотезы, которые у вас есть. Вот, например, у меня была гипотеза, что нормативу, то есть есть норматив закрепленный, это я узнала в процессе изучения темы, что есть закрепленный норматив, сколько раз сотрудники определенного участка должны встречаться с населением, чтобы информировать их о своей деятельности. Оказалось, что это раз в три месяца, то есть раз в квартал. И, соответственно, исходя из того, что я читала, исходя из того, что я узнала от населения, у меня родилась гипотеза такая, что на самом деле этот норматив не соблюдается. Соответственно, я тут вписала, что у меня есть такая гипотеза, и я хочу узнать, соответствует ли нормативу этот вопрос. Каким образом я могу это узнать? Какие у меня источники информации могут быть? Я могу спросить это у представителей местного самоуправления, которые так или иначе участвуют в этих встречах. Я могу спросить это у жителей, и я могу сделать официальный запрос. То есть последние две колонки, они очень помогают как раз определить, каким образом мы будем получать эту информацию. Но имейте в виду, что официальные запросы – это всегда очень большое количество времени, поэтому старайтесь отправлять их еще на этапе планирования исследования, чтобы было у вас в запасе несколько недель на то, чтобы получить этот ответ. Также вот мы, например, определяли как метод сбора фокус группы с населением. То есть вот когда вы такую вещь, такую схему себе нарисуете, она может быть в виде таблицы, она может быть нарисована на флипе, в виде схемы. То есть любая форма, она подходит. Главное, что вы должны этот процесс от и до выстроить. Если данные официального запроса и данные, которые вам предоставляют люди, не совпадают, соответственно, вы делаете вывод, что органы власти не договаривают, либо население чего-то не понимает. То есть в зависимости от того, какую цель вы перед собой ставите. Но это тоже, кстати, когда данные не совпадают, это повод сделать вывод какой-то в вашем исследовании. И вы можете так описать, что данные, которые вы получили от государственных органов, к сожалению, не соответствуют тому, что говорят люди. Ну, в зависимости от того, какую цель вы перед собой ставите. Если вы, например, вот у нас тоже такая ситуация была, мы пишем, когда как раз связано с нормативом по отчетным встречам. Мы спрашивали у Свердловского РУВД, как часто вы проводите отчетные встречи. И они нам отвечают, такое очень красивое письмо. Мы, говорит, каждый квартал встречаемся, у нас все там группы населения участвуют, по 100 человек, все прекрасно. Мы их информируем, мы записываем их вопросы, все прекрасно. Мы идем к населению, и население говорит, что периодичность отчетных встреч, у них просто там был очень большой разнобой. Кто-то говорил раз в квартал, кто-то говорил раз в месяц, кто-то говорил раз в полгода, кто-то говорил раз в год. И это показывает, что на самом деле, либо население не понимает, что такое отчетная встреча, это мы потом уже начали с ними выяснять, что на самом деле они изначально не поняли, что такое отчетная встреча. Либо это показывает, что на самом деле отчетные встречи действительно проводятся, когда как, и население просто о них не знает. То есть все зависит от того, какой вопрос у вас стоит, и на основании того, что вы получите, вы уже сможете сделать выводы. И если у вас вдруг на основании вот этого разницы в запросе, то есть в официальной информации и информации от населения, появляется новая гипотеза, не бойтесь ее проверять. Это очень важно, поскольку вот, например, наша деятельность, она направлена на то, чтобы привести деятельность органов внутренних дел к тому, что хотят люди от них. И мы в своем исследовании так и написали. Уважаемое руководство МВД, пожалуйста, обратите внимание на то, что отчетные встречи регулярно проводятся, несмотря на то, что вы пишете, что вот так, вот так, вот так. Поэтому очень важно этот этап хорошенько продумать. И четвертый шаг, о котором я хотела бы поговорить, это как раз планирование исследований. Это составление четкого плана, определение рисков и способов их преодоления и разработка инструментов непосредственно. Тут как раз был вопрос о том, как составить план при кабинетном исследовании. Опять же, можно считать кабинетным исследованием то, что вы делаете, когда изучаете информацию, поскольку вы на том первом шаге, когда вы определили проблему, и потом уже переходите к ее изучению. Это тоже может считаться кабинетным исследованием. Но если вы, допустим, пишете аналитическую статью, и у вас есть какая-то определенная тема, и вы решили провести кабинетное исследование для того, чтобы написать это, то логика точно такая же. Вы изучаете проблему, вы изучаете информацию, которая есть, и так же, как вы, вот я вам показывала табличку, точно по такой же схеме вы строите экшн-план. То есть вы смотрите, какие вопросы у вас есть, где вы можете эти данные найти, чисто гипотетически, просто. Потому что с кабинетным исследованием довольно тяжело сразу понять, где искать информацию. Можно попробовать в кабинетном исследовании использовать такой метод, кого я знаю, кто знает об этой теме. То есть вы можете посмотреть сначала на этапе обзора информации, какие люди, какие эксперты, какие исследователи уже писали об этом, уже говорили об этом. И таким методом снежного кома вы от одной личности и другой личности построите свою работу. Потому что так или иначе исследователи друг на друга ссылаются, и это очень помогает, когда вы не можете найти какую-то конкретную информацию. И потихоньку, постепенно, по этой же логике вы можете выстроить такой же план, как и для полевого исследования. Что важно? Я уже об этом говорила, да, что иногда государственные органы отказываются идти на контакт, и они отказываются участвовать в исследовании. Или вы изначально, допустим, не получили согласия какого-то госоргана и попытались получить информацию от сотрудников. Когда вы будете планировать свои исследования, очень важно, как и в любом, когда мы пишем проекты, кто знаком с проектной деятельностью, там всегда есть такая таблица рисков, да, насколько этот риск важен и как его преодолеть. Точно такую же штуку я советую делать с исследованием. Обязательно посмотрите, какие могут быть риски, какие могут быть пути их преодоления, что вы можете сделать на этом этапе. Можете ли вы заменить свою целевую аудиторию, можете ли вы поменять какую-то группу респондентов на другую, если вы не смогли выйти именно на эту категорию людей. Что вы можете сделать с этим? Почему это важно продумывать заранее? Потому что, когда вы столкнетесь с трудностями, вы будете уже к этому готовы. У вас уже будут два-три пути отступления, вы будете знать, куда вам идти, зачем туда вам идти и каким образом действовать. Давайте перейдем к следующему разделу. Я показала вам схему исследования. Вы можете ее по своему усмотрению переделывать. Это очень классное упражнение, которое поможет вам выстроить логику вашего исследования. И давайте немножко поговорим по инструментам. При разработке инструментов на что стоит обращать внимание? Опять же, есть очень много... Сейчас, прошу прощения. Есть очень много требований к инструментам исследований, поскольку если это количественное исследование, то вам нужно обязательно по одному и тому же шаблону проводить исследование и не отступать от него. Не на одну секундочку. Это обеспечит вам качество результатов. В качественных исследованиях немножко посвободнее, потому что вы иногда можете в процессе тестирования, в процессе исследования, вы можете что-то заменить, что-то поменять. Но главное, чтобы вы следовали именно той задаче, которую изначально вы поставили перед собой. Вы можете... Нельзя ни в коем случае отходить от фокуса вашего исследования. Если вы в методологии продумали какую-то рамку, от нее отступать уже нельзя. Если вы понимаете в процессе, что вы взялись не за тот предмет, меняйте полностью методологию. Это важно, потому что иначе у вас результаты и ваша методика, они не будут биться, и тогда будут у людей при чтении вашего исследования вопросы, да, а почему так? Что в процессе произошло? И когда вы составляете инструменты, сразу продумайте, каковы формы ответа, то есть формы вопроса вы будете использовать. Есть всего три формы. Это закрытые вопросы, полузакрытые и открытые. Ну, тут понятно, да, что закрытые – это вопросы, которые не предполагают каких-то дополнительных вариантов от респондента вашего, да, от человека, которого вы опрашиваете. То есть это обязательно строгий перечень вариантов, на которые вот респондент из них должен будет выбрать. В чем плюс такого подхода? Очень удобно анализировать. Очень. То есть вы просто берете и вбиваете это в табличку, или изначально, если вы проводите через Google формы, например, опросы, вы просто строите диаграммы, смотрите, какое количество у вас ответов и так далее. Но в чем минус? Вы не получите новую информацию, вы не дадите возможности респонденту высказать свою точку зрения, а практика показывает, что все варианты ответов заранее продумать невозможно. И поэтому можно использовать полузакрытые вопросы, то есть вы перечисляете какие-то определенные количества вариантов, а затем даете человеку возможность высказаться, например, другой вариант, да. Это вот как раз конкретирование, это очень хороший такой подход. Вот в чем минус открытых вопросов? Открытые вопросы вы обязательно даете человеку возможность высказаться. Вы, безусловно, получите больше информации, но это очень трудно анализировать. Это очень познавательно будет для вас, потому что вы сможете посмотреть, какие есть мнения у людей, что они думают, каким образом, да. Но их очень сложно иногда группировать. Но вы должны быть готовы к этому, потому что данные, которые получены с помощью открытых вопросов, они в конечном счете сводятся к какой-то группировке, да. То есть вы можете сгруппировать ответы респондентов, когда увидите, какие группы могут появиться в этих вариантах ответов. По поводу тестирования давайте немножко попозже я отвечу на этот вопрос. Когда мы используем полузакрытые вопросы, то мы имеем возможность уже какие-то вот у нас есть представления, что может ответить человек. Мы используем эти варианты и даем человеку ответить вариант другой. И при анализе вам потом достаточно будет просто проанализировать и посмотреть, появились ли новые варианты ответа, не те, которые вы придумали, а те, которые предложил респондент. И их уже сгруппировать. То есть это намного проще, и мы чаще всего пользуемся именно такой формой полузакрытых вопросов. Если вы используете какую-то шкалу, например, оцените деятельность милиции, там, от 1 до 5 баллов. Или используете какую-то оценку, например, просите человека оценить положительно, удовлетворительно, негативно. Обязательно продумывайте и объясняйте респонденту, что будет значить ваша шкала. С чем мы вот столкнулись недавно, да. У нас был вопрос, где было несколько вариантов ответа. Мы просили оценить деятельность милиции и дали три варианта ответа. Это положительно, удовлетворительно и негативно. И в процессе уже, когда мы дали возможность еще следующим вопросом человеку прокомментировать, то есть что он вкладывал в этот смысл. И мы выяснили, что оказывается у всех разное понимание, что такое удовлетворительно. Некоторые воспринимают это как хуже среднего, то есть троечка это фу, гадость. А некоторые наоборот, удовлетворительно, ну да, в принципе меня устраивает, то есть скорее им хорошо, чем плохо. То есть очень важно на этапе планирования сразу заранее определить, какое значение вы вкладываете в эту шкалу, какое значение будет вкладывать, то есть объяснить респонденту, что вы вкладываете в эту шкалу, чтобы не было таких вот разночтений, чтобы не было вот этих вот проблем потом с анализом этих данных. Если, например, вы используете шкалу от 1 до 5, то же самое. Обязательно, обязательно, еще раз подчеркиваю, объясняйте респонденту, что значит это. Например, 1 это плохо, 5 это хорошо. Или там 1 это не очень часто, 5 это очень часто. И то есть любую шкалу нужно обязательно пояснять. Это при анализе вам потом просто будет проще, потому что люди вкладывают разные смыслы в эти понятия. То же самое с частотой. Например, как часто вы сталкиваетесь с сотрудником милиции? Часто, очень часто, не часто. Человек тоже вкладывает смысл какой-то. Для кого-то 2 раза в месяц это часто, а для кого-то раз в неделю это не часто. То есть в зависимости от того, что человек в этот смысл вкладывает. Поэтому обязательно продумывайте все эти значения. Каждая шкала должна что-то значить как для вас, так и для респондента. Чтобы у вас были одинаковые, одинаковое понимание. Иначе потом получатся такие немного искаженные результаты, которые вы не сможете нормально использовать. Вот тоже касается как раз этого момента. Давайте всегда точные и понятные инструкции, что человек должен сделать при ответе на этот вопрос. Особенно важно это, когда мы говорим о заочном анкетировании, когда вы не присутствуете на такой вот тет-а-тет, да, с респондентом, со своим. Обязательно давайте ему максимально понятные инструкции. То есть если человек должен написать, почему он так считает, обязательно поясните, обязательно дайте точную формулировку, и обязательно поясните, что он должен сделать. Потому что, к сожалению, я не вставила сюда картинку. Есть такая картинка, когда у детей младших классов спрашивали, опрашивали детей младших классов, и такой очень показательный ответ. Задали вопрос какой-то школьникам, а потом следующий вопрос был, напишите почему. И дети писали почему. То есть они подумали, что нужно написать слово почему. И поэтому, когда я этот пример привожу для того, чтобы вы понимали, что респондент или ваш вот человек, который вы опрашиваете, он должен четко понимать, какой ответ он должен дать. Если, например, вы пишете, там, даете вариант с множеством вариантов ответа, да, то есть вопрос, и у вас есть вариант ответа, где можно выбрать там несколько вариантов, сразу там и пишите, сколько вариантов допустимо, сколько он может выбрать. Потому что один человек может выбрать все, а один человек может выбрать только один вариант. То есть человек должен понимать, и это вам абсолютно на последующем этапе упростит задачу. Когда вы будете анализировать, вы уже будете понимать, что вы с респондентом были на одной волне, вы понимали одну и ту же вещь одинаково, чтобы не было потом проблем. Еще вот у меня есть ряд советов по инструментам, тоже, которые мы используем. Он касается формулировки вопросов и использования вообще вопросов разных. Вот очень такой классный инструмент – это использование контрольных вопросов и вопросов-фильтров. Давайте начнем с вопросов-фильтров. Вопрос-фильтр позволяет сэкономить время, позволяет сэкономить ресурсы ваши. Например, не всегда можно определить с первого взгляда, человек подходит под вашу категорию респондентов или нет. И для этого используются вопросы-фильтров. Вы просто спрашиваете у человека, имеет ли он какое-то представление о предмете, который вы изучаете, или какое-то отношение к этому предмету. Если он не имеет никакого отношения, никакого и данных, никаких данных у него нет, то вы его просто не опрашиваете дальше. Вы экономите его время и свое время. Вот мы, когда делаем анкеты по деятельности милиции, мы тоже отсеиваем. Мы спрашиваем, имел ли человек, допустим, за последние полгода контакт с патрульной милицией. И смотрим. Если он говорит «да», он переходит к разделу, который касается тех, кто сталкивался с патрульной милицией. Если он отвечает «нет», то он направляется к разделу, который касается тех, кто не сталкивался. И очень, кстати, классно иногда сравнивать, как относятся к милиции те, кто с ней сталкивался, и те, кто с ней не сталкивался. И этот вопрос-фильтр, он нам очень помогает, и думаю, что вам в будущем, например, тоже, если вы в процессе своего опроса хотите несколько разных аспектов изучить, то вы можете просто использовать вопросы, которые помогут вам определить, знает ли человек что-нибудь об этом или нет. Если он не знает, вы просто пропускаете этот блок вопросов и переходите к следующему. Это очень экономит время и очень экономит ваши усилия. Следующий тип вопросов – это контрольные вопросы. Мы все знаем, что люди, они иногда хотят показаться лучше, чем они есть, или они хотят скрыть какую-то информацию. Особенно, если этот вопрос очень такой чувствительный. Например, какие-то конфликты, которые существуют в сообществе между людьми. И вот, например, мы можем задать основной вопрос. Он будет, вот я привела пример такой, да, знаете ли вы о случаях конфликтов в вашем сообществе? Человек может сказать, нет у нас конфликтов, нет, у нас все в порядке. А через некоторое время или сразу же после него, ну, желательно через некоторое время, немножко позже, через несколько вопросов, вы можете вернуться к этой теме и спросить. А какие причины конфликтов в вашем сообществе вы считаете самыми главными? И человек может, может, а может и не может. Но, скорее, в большинстве случаев человек дает ответы, и это означает, что, отвечая на основной вопрос, он солгал. И такие вопросы контрольные, они позволяют, во-первых, узнать истинное мнение человека, потому что, отвечая на прямой вопрос, люди могут скрыть информацию. А отвечая на контрольные вопросы, которые такие заданы немножко обтекаемо, они чаще дают больше информации, чем если бы мы задавали вопрос напрямую. Но это такой довольно спорный инструмент. Некоторые социологи считают, что это неэтично. Но если сформулировать вопрос правильно, не подталкивая респондента к какому-то ответу, а просто задать контрольный вопрос, который позволит его, так скажем, разговорить, то это вполне этично и это правильно, потому что люди не всегда дают ту информацию, которую они располагают, иногда из-за страха, иногда из-за каких-то других причин. И вот как раз к тому, что как нужно формулировать вопросы, пожалуйста, избегайте влияния на выбор респондента. Никогда не формулируйте вопросы, которые будут содержать или, да, вот как, например, пример. Согласны ли вы с тем, что необходимо повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения? Или это инициатива не своевременна в условиях кризиса? Очевидно, что человек сосредоточится на втором варианте. Даже если бы он думал, что действительно нужно повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения, то он склонится ко второму варианту, то есть ко второй части нашего вопроса, потому что денежный вопрос – это всегда вопрос очень важный для людей. И, скорее всего, ваш респондент ответит, что нет, это инициатива не своевременна. К тому же таким вопросом мы сразу даем человеку два варианта и не предполагает… Очень мало людей, которые могут различить эту ловушку и ответить что-то свое. Как правило, это выбор без выбора, да, и такие вопросы ни в коем случае нельзя включать. Поэтому внимательно смотрите, чтобы давления на респондента не было. Если вы будете спрашивать, так же в лоб, да, согласны ли вы, то респондент скорее будет говорить «да, согласен», да, согласен. Поэтому старайтесь формулировать вопросы таким образом, чтобы в них не было вот этого давления на респондента, чтобы он чувствовал себя комфортно и у него был выбор. Потому что такие вопросы, они обычно очень сильно искажают результаты, и поэтому желательно не делать так. Можно также подумать о последовательности вопросов. Например, если мы спросим сначала человека, знает ли он о фактах, когда сотрудники милиции пытали человека, а следующим вопросом мы спросим его, доверяет ли он милиции. Очевидно, что отвечая на первый вопрос, человек сразу же вытащит все свои негативные воспоминания, и на второй вопрос он уже будет отвечать критически. Поэтому если у вас в исследовании есть такие вопросы, которые могут повлиять на, скажем так, настроение респондента, старайтесь выстраивать свои вопросы таким образом, чтобы они не искажали следующие, да, то есть чтобы не было такого эмоционального, с лишним эмоционального восприятия, которое могло повлиять на следующие вопросы. Ну, очевидно, конечно, стоит вопросы структурировать по тематическим блокам, в зависимости от того, какие вы задачи перед собой ставите. И что касается тестирования, тестируйте опросники обязательно. До того, как вы начинаете исследование, тестировать обязательно нужно, это очень важный этап. Во-первых, это упростит вам работу в дальнейшем, потому что вы уже будете понимать, как ваш опросник люди воспринимают. И поможет какие-то пробелы вовремя исправить, чтобы на этапе основного исследования у вас уже таких косяков не было. Количество по-разному. Мы иногда используем от 5 до 8 человек, мы просто тестируем опросник. Если это фокус-группа, то нам достаточно одной фокус-группы, чтобы посмотреть, как люди воспринимают вопросы и каким образом они на них отвечают, где нужно поменять, где нужно последовательность вопросов перестроить и так далее. И очень-очень-очень важный момент, который следует учитывать. Если у вас в вопроснике, если у вас в инструментах есть какие-то термины, обязательно их объясняйте. Если это заочный опрос, то объясняйте сразу же в вопросе, что вы имели в виду. Потому что, во-первых, у людей может быть разное мнение, разное понимание этого термина. А во-вторых, человек может попросту не знать, что вы подразумеваете, что значит этот термин. И тогда он будет отвечать либо на обум, чтобы не признаваться в том, что он не знает, либо он откажется вообще от участия в вашем вопросе, потому что почувствует, что он чего-то не знает. То есть к этому очень тонко нужно подходить и нужно обязательно объяснять термины вот по этим двум причинам. Если, например, у вас какой-то термин, который вы в процессе интервью используете, то вы можете респонденту сказать своему собеседнику, что вот сейчас у меня в вопроснике будет несколько терминов. Если вы вдруг не знаете его значение, пожалуйста, спросите, я вам объясню. Либо просто заранее, когда задаете вопрос, сразу же объясняйте, что вы подразумеваете под этим термином. Потому что сколько людей, столько и мнений. И очень некрасиво заставлять человека сомневаться в своих способностях умственных. И когда человек чего-то не знает, он, скорее всего, не признается вам, но почувствует себя немножко некомфортно. И это может повлиять на результаты вашего интервью. Учитывайте обязательно эти вопросы. И прежде чем мы перейдем к следующему разделу, давайте попробуем посмотреть, какие вопросы здесь были, на какие из них я не ответила еще. Так, по поводу тестирования опроса, да. Я уже, в принципе, ответила вам, что, в принципе, это, ну, как бы, в зависимости от того, какая задача перед вами стоит. Для меня, например, достаточно от пяти до восьми человек. Мы тестили обычно своего опроса, и вот мы брали просто, и восьми людям рассылали. Пять из них заполнят. То есть вот обычно так. Что касается фокус-групп, то это одна фокус-группа. По поводу гайда, давайте немножко сейчас вот как раз перейдем к следующему разделу и поговорим об этом. Так, давайте перейдем к, в принципе, вопросов нет. Что касается особенностей приведения интервью и фокус-групп, да, что касается гайда. Гайд — это своего рода путеводитель. В гайде должна содержаться информация не только о том, какие вопросы вы будете задавать, да, то есть не только перечень, список вопросов, но и какие-то моменты, которые нужно учитывать. Например, в гайде может задержаться какие-то вводные вопросы перехода, вопросы про опыт, да, то есть какие-то вещи, которые вы можете потом использовать в процессе интервью. Это ваша инструкция, как проводить вопрос, как проводить интервью или как проводить фокус-группы. И сейчас мы поговорим об общих вещах, которые важны и для фокус-группы, для интервью, а далее мы отдельно поговорим про интервью и отдельно про фокус-группы. Что касается формулировки вопросов, мы уже с вами поговорили, да, какие ошибки не стоит достигать, совершать, простите. Какие вопросы можно использовать для того, чтобы разговорить ваших людей? Это могут быть вводные вопросы или называются такие вопросы-переходы, чтобы мягко перейти от одного раздела к другому или чтобы мягко прервать респондента, если, допустим, на фокус-группе он слишком много говорит. Нет, гайд нужен для вас. Гайд нужен для вас, как для исследователя. В нем содержатся ваши инструкции, в нем содержится то, что вы будете делать, когда будете проводить опрос, когда будете проводить интервью или когда будете проводить фокус-группу. Так вот, что касается вопросов, да, то есть вводные ли вопросы-переходы, не могли бы вы рассказать о чем-то, да, не могли бы вы рассказать о вашем опыте взаимодействия с милицией, не могли бы вы рассказать о чем-то другом. То есть этот вопрос, он подталкивает респондента к переходу к какой-то другой теме, когда уже вопрос исчерпан. Очень важно задавать вопросы, особенно в качественных исследованиях, это вопросы про опыт, который респондент имеет, с конкретизацией и с примерами. Без примеров, к сожалению, очень трудно судить о том, каков был опыт человека. Поэтому не бойтесь задавать вопросы, которые будут раскрывать опыт вашей целевой выборки. Очень важно задавать в качественном исследовании вопросы «кто?», «что?», «где?», «как?», то есть уточняющие вопросы, которые помогут вам глубже понять, что имел в виду респондент. Да, еще есть такие вопросы, на них называют отслеживающие вопросы. Например, если вы не уверены в том, что вы правильно поняли респондент, вы можете уточнить у него. Правильно ли я вас понял? Это очень важно делать, потому что иногда мы стесняемся задавать какие-то вопросы, а, возможно, респондент имел в виду что-то другое, и вы его совсем неправильно поняли. Для качественного исследования это критически важный момент, поэтому спрашивайте, что это значит для респондента, что это значит в принципе, если вы не поняли чего-то. Правильно ли вы поняли его? Это очень важно, чтобы понять, какой смысл действительно человек вкладывает свой ответ. И такой еще один совет. Есть вот прямые вопросы, мы с вами уже говорили о том, что есть прямые основные вопросы, и есть какие-то подтверждающие вопросы. Еще есть такой совет, прямые вопросы, которые касаются вот именно конкретных. Например, если мы проводим исследование по милиции, мы спрашиваем, доверяете ли вы милиции? Это прямой вопрос, который требует от человека такого четкого ответа, и он довольно важный, и он очень важен, его результаты ответа на этот вопрос очень важны для нашего исследования. Эти вопросы лучше задавать в середине вашего интервью или фокус-группы, или опроса, когда человек уже вовлечется в ваш процесс, когда уже какой-то контакт будет установлен. И может быть этот вопрос, не оставляйте их на конец на самое интервью, потому что человек там уже устает, но обязательно спустите его чуть ниже, ближе к середине. С прямых вопросов желательно не начинать, потому что это может оттолкнуть вашего респондента, он может не захотеть сразу раскрыться. Это вот проверено временем, поэтому можете прислушиваться к этому совету, это работает всегда. Время проведения интервью или фокус-группы и того и другого оптимально не более полутора часов. Уже доказано, что после полутора часов человек просто устает, и вы тоже устаете, и человек устает отвечать на ваши вопросы, если, конечно, вам не требуется действительно больше времени, если ваше исследование позволяет уложиться в полтора часа. Но мой вам совет дольше, чем на полтора часа, особенно фокус-группы, люди не высиживают. Поэтому это такой эталон золотой времени для проведения исследований. Давайте теперь перейдем к следующему виду, к следующему слайду, к следующему разделу. Перерывы... Перерывы... Нет, перерывы сбивают. Перерывы, они... Если фокус-группа длится полтора часа, например, или интервью, то перерывы делать не обязательно, да, и желательно, потому что вы уже настроились, у вас уже есть какой-то определенный настрой, у вашего респондента есть какой-то настрой. Если вы сделаете перерыв, то вам придется заново выстраивать контакт. Это тоже мы пробовали проводить большие фокус-группы с перерывами. К сожалению, они не помогают, они, наоборот, уводят. И потом уже тяжело логику проследить, да, то есть если вы от начала до конца беспрерывно проводите какой-то опрос, какое-то интервью, то логика очень четко выстроена, и вы понимаете, как все шло, как все строилось. Если у вас был перерыв, то есть риск, что респондент просто дальше уйдет в другую сторону, или вы забудете то, о чем вы говорили ранее. Прошу прощения. Что касается интервью. Интервью, в принципе, бывает всего трех типов, ну, для меня, потому что мы используем только три типа интервью. Это структурированное интервью, когда есть строгая последовательность вопросов, мы не отходим от этих вопросов, мы задаем их по порядку, и шаг влево, шаг влево, шаг влево, как говорит наша коллега, расстрел. Когда это полезно? Это полезно, когда вы, например, разделяетесь на несколько групп, и вы можете таким образом собрать верифицированные данные, то есть они будут примерно одинаковыми, но в то же время это не позволит вам какие-то учитывать эмоциональные реакции респондента. полуструктурированное интервью. Это вот как раз тот вариант, когда можно следовать очередности вопросов, но если вы видите, что, в принципе, человек на какой-то вопрос уже ответил, вы можете задать его снова, а можете не задавать. Но желательно, конечно, задать, чтобы вдруг человек какую-то еще информацию вам предоставит. И глубинное интервью, это такой особый вид интервью, когда вы следуете цели вашего исследования, когда вы знаете свои задачи, но последовательность вопросов вы определяете в зависимости от того, как реагирует ваш собеседник. Если вы видите, что какой-то вопрос нужно поставить немножко раньше, потому что человек об этом уже начал говорить, вы его переносите, исходя из своего гайда, вы смотрите и переносите его чуть раньше. Но это интервью, оно требует довольно такого большого опыта, потому что не всегда получается понять, в какой момент лучше перестроиться. Поэтому это все нарабатывается опытом. Эмоциональные реакции, да, они учитываются, особенно при проведении фокус-групп, и я об этом чуть попозже вам скажу. Глубинное интервью, как я сказала уже, оно требует довольно такой серьезной подготовки, в то время как полуструктурированное интервью, это такой оптимальный вид интервью, которое поможет вам с одной стороны придерживаться вашего гайда, вашей последовательности вопросов, а за другой стороны учитывать то, как респондент на них реагирует. Поэтому советую убрать такой вариант. Что касается, еще раз подчеркну, формулировки вопросов для качественного исследования, когда вам нужно вытащить максимум информации из человека, делайте вопросы простыми, но при этом старайтесь, чтобы они были сформулированы так, чтобы они позволяли человеку поздравить человеку разговориться. То есть мы можем спросить просто, есть ли у вас высшее образование? То есть скажет да, нет, или я учусь. А мы можем спросить, расскажите, пожалуйста, где вы учились? И тогда человек начнет говорить. Почему это важно? Особенно на первых этапах люди любят, когда их слушают. Поэтому если вы, особенно если вы берете интервью у какого-то эксперта, если вы хотите установить с ним контакт, чтобы он раскрылся, спрашивайте, задавайте такие вопросы, где он может рассказать. Рассказать не просто ответить на ваш вопрос да или нет, а когда он может немножко раскрыться вам и какими-то своими достижениями поделиться или какими-то деталями биографии. То есть это очень хорошо работает, когда нужно к себе человека расположить. Если человек видит, что вы его слушаете, если человек видит, что вы интересуетесь его персоной, особенно это касается экспертов, это всегда сработает хорошо и в дальнейшем он будет хорошо отвечать на ваши вопросы. Я уже говорила о том, что когда вы проводите качественные исследования, интервью вы должны проводить сами. Нанимать человека, который будет проводить интервью, именно такое глубинное, с причинно-следственными связями, с открытыми вопросами, где человек будет рассказывать о себе, это желательно, чтобы исследователь или группа исследователей, если вас несколько, проводили самостоятельно. Это главное требование качественного исследования погружения в процесс. Потому что если вы проводите, например, количественные исследования, вам достаточно собрать данные какие-то, которые вы можете потом анализировать, и вы можете нанять компанию, которая будет это делать. Что касается интервью, то и фокус-групп проводить их нужно самостоятельно, и нужно обязательно вовлекаться в этот процесс, потому что, как уже писали выше, есть какие-то эмоциональные реакции, есть какие-то технические моменты, которые возникают в процессе исследования, которые очень важно потом учитывать при анализе. Поэтому я считаю, что качественное исследование это обязательно процесс, в который вы должны вовлекаться самостоятельно. Итак, переходим к следующему. Как уже я говорила, важно обязательно учитывать, установил ли человек с вами контакт. Если человек сидит в закрытой позе, если человек показывает вам, что он не хочет отвечать на ваши вопросы или отвечает вам грубо, значит, вы не смогли установить с ним контакт. Поэтому, как я уже говорила, нужно позволить человеку почувствовать себя комфортно, свободно и позволять ему говорить. Удерживать внимание вашего собеседника в фокусе темы можно с помощью уточняющих вопросов или отслеживающих вопросов, о которых мы ранее говорили. Это очень важно в процессе интервью, чтобы человек не уходил в сторону, но при этом слушать нужно внимательно, не перебивая, до исчерпанности темы. То есть, когда человек, это такая очень тонкая грань, если вы чувствуете, что человек сделал паузу какую-то, и вы при этом знаете, что человек пошел не в ту степь, да, уже, то вы можете задать вопрос переход, то есть перейти к какой-то другой теме, чтобы вернуть вашего человека к той теме, которую вы обсуждаете. Если же вы, в принципе, чувствуете, что тема еще не исчерпана, что человеку есть еще что сказать, что он просто замолчал, чтобы обдумать свой ответ, если, в принципе, вас устраивает, в каком русле идет ваша беседа, то вы можете подождать, дать возможность ему эту паузу выдержать и затем продолжить ваше интервью. Еще очень важно, когда интервью заканчивается, большинство исследователей делают такую ошибку, они, поскольку любое интервью это такое небольшое вмешательство в частную жизнь человека, да, то есть вы его полтора часа или там час, вы с ним разговариваете, вы занимаете его личное время, вы немножко вмешиваетесь в его личную жизнь, в его частное пространство. Поэтому нельзя просто вставать, сказать спасибо, до свидания и уйти, нельзя оставлять человека с таким осадком, обязательно нужно мягко выходить из вашей беседы. Вы можете закончить каким-то нейтральным разговором или можете рассказать о ваших планах на будущее, каким образом вы будете использовать результат этой исследовании, да, но никогда не бросайте человека с чувством растерянности после того, как он вам открылся, а вы его просто до свидания, спасибо вам и ушли. Если есть такая возможность, если вам необходимо поддерживать контакты с экспертами, например, поддерживайте, обменяйтесь контактами, это тоже будет своего рода такой мягкий выход из вашего интервью, потому что человеку очень важно знать, что к его личному пространству, к его личному времени относятся с уважением, и поэтому он будет только благодарен вам, если вы закончите ваше интервью таким образом. Про выборку респондентов мы немножко ранее говорили, выборка зависит от того, каким образом, как вы собираетесь и какую тему вы собираетесь исследовать. Если там в начале презентации была схема, направленная на то, чтобы помочь вам, исходя из вашего предмета, определить, какие вопросы вы будете изучать, и какие респонденты могут вам помочь в этом. Респондентам, кстати, для интервью респондентов можно подбирать методом снежного кома. Например, если это эксперт, то вообще это очень классно работает. Вы находите какого-то человека, связывайтесь с ним, проводите интервью, а потом говорите, а не знаете ли вы еще кого-либо, кто знает об этой теме? И вам советуют от двух до пяти человек, которые знают, и вы дальше из них выбираете. Смотря какими данными, что вы имеете в виду, когда говорите о делиться результатами исследования с респондентами. Что конкретно имеется в виду? Если, например, вы обобщенные данные потом им предоставите, то есть результаты вашего, уже конкретные, конечные результаты вашего исследования, то да, без проблем человек может читать. Есть, кстати, еще один важный момент. Всегда уточняйте, хочет ли человек, чтобы его упоминали. Потому что чаще всего мы, например, проводим исследования анонимные, то есть мы проводим интервью, при этом не оглашая, кто у нас участвовал. Просто мы пишем в общей части, что были такие-такие-такие категории людей, при этом стараясь так, чтобы их не вычислили. Потому что у нас тема такая очень чувствительная. И поэтому очень важно, вы должны гарантировать своему визави, своему респонденту, что вы ни в коем случае не будете использовать его имя, если он того не хочет. Это очень важно. Ну, давайте пока перейдем к следующему методу сбора информации. Это фокус-группы. Это такая очень интересная, очень классная форма, немного сложная. Очевидные плюсы это то, что она позволяет, начнем с того, что такое фокус-группа, это фокус-группа, это групповая дискуссия, можно так сказать, которая имеет цель. То есть это не просто какая-то беседа, она имеет конкретную цель собрать, выяснить отношения, собрать данные о том, как участники относятся к теме вашего исследования, к вашему вопросу исследовательскому. В чем плюс? Фокус-группы позволяют быстро собрать разнообразные ответы, при том, что когда проходит фокус-группа, участники сразу же оценивают высказывания друг друга и показывают, какие у них есть интерпретации того или иного вопроса, как они понимают эти вопросы, какой смысл они в них вкладывают. И участники таких обсуждений всегда подстегивают друг друга. То есть вам даже иногда не нужно задавать какие-то уточняющие вопросы, потому что люди сами друг друга подстегивают, они сами отвечают на вопросы, они стараются, чтобы дискуссия продолжалась. Но у такой формы есть очевидные минусы, это довольно сложно контролировать, особенно когда у вас много людей на фокус-группе. Поэтому основные правила фокус-групповой дискуссии это то, что там должно быть ограниченное количество участников. Обязательно. И чтобы сформировать выборку по фокус-группам, учитывайте цель вашего исследования. То есть если вы понимаете, что у вас гендерно-чувствительная тема или какая-то другая чувствительная тема, то вы можете делить группы по каким-либо признакам, то есть по полу, по возрасту, и так далее. Почему, например, в Кыргызстане важно делить группы по возрасту? Потому что в присутствии таких мудрых аксакалов, как у нас их называют, многие люди молодые просто не раскрываются, они просто не начинают говорить. И поэтому всегда учитывайте контекст, который у вас есть в стране, допустим, и учитывайте, какая у вас цель. Например, исследуя вопросы безопасности или вопросы семейного насилия, мы делим группы всегда не только по возрасту, но и по полу. Потому что когда в одной группе, в одной фокус-группе и женщины, и мужчины, соответственно, результат будет совсем другой. Поэтому желательно разделять их, если это требует ваша цель. Что касается еще выборки для фокус-групп, избегайте людей, которые постоянно участвуют на фокус-группе. Мы их тоже называем такие дежурные аксакалы. Страна у нас маленькая, относительно, конечно. И когда мы едем, например, в какие-то сообщества, мы так или иначе сталкиваемся с людьми, которых постоянно таскают на фокус-группы. Это такие, знаете, профессиональные участники фокус-групп. Старайтесь таких участников не набирать, потому что, ну, если это позволяет, конечно, ситуации, потому что у них уже есть какая-то определенная сформировавшаяся позиция, исходя из предыдущих их исследований. Не всегда данные, которые они вам дадут, они будут достоверными и объективными. Что касается, еще важный момент, не смешивайте экспертов и обывателей. Это важно, потому что эксперт, который там появится вдруг, если вдруг вы решили, что вы соберете обычное население и какого-то именитого эксперта или просто какого-то человека, который ученый или хорошо разбирается в этой теме, или он работает там профессиональный какой-то, да, социолог или профессиональный психолог, он вам просто порушит всю фокус-группу, потому что высказывания его будут во-первых, долгими, во-вторых, он будет вас, будет ваших участников ограничивать других. Поэтому, если хотите провести экспертную фокус-группу, проводите ее отдельно. А обычных людей, обычное население, которое, ну, возможно, не так глубоко разбирается в вашем предмете, проводите отдельно от экспертов. Желательно, желательно проводить фокус-группу с людьми, которые друг с другом не знакомы. Но, к сожалению, не всегда это возможно технически. Почему это важно? Потому что, когда у людей есть знакомство, у них есть уже какой-то некий сформировавшийся коллектив, и, соответственно, их мнение, оно будет скорее такое огрупленное, так сказать, огрупленное мышление. То есть, оно не будет индивидуальным мнением каждого человека. Это будет мнение группы. поэтому, если есть такая возможность, разделяйте, формируйте выборку таким образом, чтобы ваши респонденты были незнакомы друг с другом. Иногда это невозможно, как я уже сказала. Например, если мы проводим исследование на уровне какого-то маленького района и проводим исследование, где должны участвовать, например, местное самоуправление, там люди неизбежно будут знакомы друг с другом. Но как с этим бороться, мы с вами сейчас поговорим. Правила проведения фокус-группы от 4 до 8 участников, но не более 10. Если будет больше 10 участников, то вы однозначно потеряете вашу дискуссию, потому что начнется, как у нас называется, базар-локзал. Люди будут чувствовать себя менее комфортно и начнут спорить друг с другом и так далее. Вот золотой стандарт от 4 до 8 участников. Меньше 4 вы не получите разнообразие мнения, которые вам требуются. А больше 10 вы получите хаос. Поэтому желательно придерживаться этого стандарта. Что касается рассадки участников, это обязательно либо п-образная, либо круговая. То есть люди должны почувствовать себя единым целым, участниками какого-то единого процесса. Поэтому если это будет рассадка в виде допустим театральная, как она называется, эффект может быть совсем другой. То есть люди должны чувствовать, что они за одним столом и они на равных. Фокус-группу нужно проводить обязательно как минимум, чтобы было два человека. Один модератор и один ассистент. совмещать роли нельзя. Это технически очень сложно, потому вы не сможете одновременно фасилитировать дискуссию, то есть задавать вопросы и помогать участникам не ругаться, скажем так, и одновременно фиксировать. Поэтому помимо диктофонной записи, если вам она необходима, обязательно на фокус-группе должен быть ассистент, который будет фиксировать. После того, как закончилась ваша фокус-группа, обязательно, в обязательном порядке, садитесь с вашим ассистентом, если вы были модератором или если вы были ассистентом, садитесь с другим человеком и обсуждаете, что происходило. Обсуждаете все ваши впечатления, какие у вас были. Это очень важно для качественных исследований фиксировать любые ваши выводы. И желательно это делать сразу после фокус-группы, когда у вас еще такие свежие воспоминания. Фиксируйте все от того, какие эмоциональные реакции были, от того, какие споры были, до того, принимали ли респонденты какой-то определенный человек, высказывал какую-то точку зрения, а затем он вдруг перешел на точку зрения большинства. Это тоже обязательно учитывайте, потому что это показывает, во-первых, это пригодится вам в будущем, когда вы будете формировать выборку следующих фокус-групп, а во-вторых, это показывает, какое отношение у людей действительно есть к вашему предмету, который вы исследуете. Если люди начинают спорить, значит, мнение неоднозначно, и все это нужно фиксировать, и все это нужно обязательно писать в вашем исследовании, если это применимо. Но чтобы избежать споров, например, на фокус-группе, сразу же нужно объяснить участникам, что дорогие товарищи, наша цель не достичь какого-то консенсуса, не прийти к единому мнению, а собрать как можно больше разных мнений. Повторите эту мысль несколько раз, чтобы до всех, как говорится, дошло. Потому что, если вы вдруг допустите какой-то спор, это помешает вам собрать данные. Если этот спор затянется и перейдет на личности, соответственно, вы потеряете ход вашей дискуссии, и все остальные вопросы вы задать не сможете. Но что касается вот этих споров, если респонденты вражают сомнения, если они какой-то вдруг, как я уже говорила, переходят на сторону большинства, все это фиксируйте обязательно. Чтобы избежать, например, если вдруг один человек говорит очень много и не дает высказаться другим, или если люди все, в принципе, говорят много, создайте у них ощущение дефицита времени. Поскольку у вас есть всего полтора часа, и за это, ну, оптимально, да, за это время вам нужно обязательно успеть все проговорить, все вопросы задать. Поэтому можно заранее с участниками договориться о том, что у вас будет таймер. И вы задаете вопрос, и один человек, например, говорит не более минуты. И выставляете таймер, и у человека уже есть ограничитель, он больше минуты не будет говорить. И у вас уже есть запас времени для того, чтобы понять, успеваете вы дальше свои вопросы задать или нет. Это также помогает снизить такой накал, когда у людей нет времени на споры, они начинают высказывать свою точку зрения более четко, ясно, и более структурированно. Такая же, вот этот же вопрос, например, в начале, если вы обсудите, в начале фокус-группы вы обсудите, что вот мне, например, хотелось бы, чтобы вы соблюдали регламент, давайте договоримся о том, сколько времени вам нужно. Когда участники начинают этот вопрос обсуждать, они уже становятся таким своего рода коллективом, они принимают какое-то коллективное решение, и это помогает в дальнейшем, чтобы они отвечали на ваши вопросы. То есть они начинают устанавливать контакт с вами и друг с другом. То есть какое-то общее дело в начале фокус-группы они решили. Пускай этот вопрос такой кажется, что он незначительный, но на самом деле вы даете людям возможность принять решение, и они уже дальше доверяют вам больше, и они больше вам открываются. Чтобы, например, ваши люди раскрылись побольше, вы можете подводить промежуточные итоги и показывать, что вы их услышали, вы их мнение приняли. так вот, нам подсказывают, что осталось три минуты, поэтому быстренько пробежимся по тому, на что обращать внимание, когда вы, допустим, готовите свое исследование, вы должны провести обзор информации. Как не нарваться на недостоверные данные? Во-первых, будьте скептиком и проверяйте, насколько источник, к которому вы обращаетесь, авторитетный, насколько автор, которого вы читаете, и насколько он авторитетен в этом вопросе, в котором вы изучаете. Важно, если вы читаете какое-либо исследование, смотрите, есть ли там подробно описанные методологии, потому что методология должна содержаться в любом исследовании, вы должны понимать, каким образом человек собрал данные. Если методологии нет, даже если результаты очень супер крутые, вы никогда не поймете, каким образом человек эти данные собрал. Проводил ли он интервью, проводил ли он фокус-группы, какими инструментами он пользовался. В идеале должна быть даже анкета и опросник. Если вдруг этого нет, вы можете запросить у автора, и тогда обязательно, если этот человек уверен, что он все сделал хорошо, все сделал правильно, он вам вышлет этот вопросник, и тогда вы удостоверитесь в том, что все было в порядке. Например, на статком в индексе доверия населения они всегда свою методологию выложили на сайт, и мы можем в любой момент зайти и посмотреть, каким методом и по каким анкетам они собирают данные. Что касается самих данных, смотрите обязательно на пояснения графикам и таблицам, потому что иногда в таблицах красивые данные, но когда мы читаем пояснения, там может быть какая-то существенная информация содержаться, например, о том, каким образом данные подсчитывались. кроме того, если вы какое-то исследование смотрите и видите ссылку на другое исследование, ищите первоисточник, потому что интерпретация автора, которого вы читаете, может быть совсем другой, совсем не той, что закладывалось изначально в вашем исследовании. Ну и, конечно, старайтесь быть активным читателем и смотрите данные, и старайтесь их сначала самостоятельно интерпретировать, а затем уже попытайтесь сравнить вашу позицию с позицией автора. И еще вопрос такой очень важный, этот вебинар не последний серии, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на страничку schoolkabar.azia и обязательно участвуйте в следующих вебинарах, которые у нас будут. Я уже себя считаю частью команды Кабар Ази, будут очень интересные вебинары. Если у вас, я понимаю, что я не на все вопросы ответила, пожалуйста, есть моя электронная почта, очень легкая, annasobachkoreforma.kig пишите, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы и помогу вам, если вам необходимо. Вот, если еще какие-то вопросы у вас остались, обязательно связывайтесь, если будет такая возможность, я могу еще какие-то данные вам прислать, например, книжки, которые можно почитать. Спасибо большое за то, что были сегодня со мной, за то, что сегодня меня слушали. Да. До свидания, до новых встреч. Вот, уже благодарности поступают. Я старалась очень, но, к сожалению, не учла, что я говорю очень долго и надеюсь, всем было понятно. Да, я подберу книжки для вас, какие можно почитать, особенно постараюсь ссылки найти на скачивание сразу. да, и пожалуйста, там в чате вам дана была ссылка, пожалуйста, уделите внимание и заполните опросник по вебинару, это очень важно, мы постараемся учитывать эти данные, чтобы проводить для вас больше интересных вебинаров и вкладывать в них в максимум пользы. И обязательно участвуйте в следующих вебинарах, которые состоятся 8 апреля, 14 апреля и 15 апреля, все они будут посвящены аналитике и очень будут полезными. Вот сейчас как раз на слайде вы видите даты и время вебинара. Подписывайтесь на страничку Скулка Боразия и будьте в тренде, будете знать все новости и все вебинары, которые будут происходить. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что мы еще будем связываться посредством электронной почты и желаю вам успехов в проведении ваших исследований. У вас все получится. Кстати, я в начале своей презентации рассказывала об опыте, который у меня есть. И если вы напишете мне на почту я вам скину ссылки на исследования которые мы проводили в которых я участвовала. Все, до новых встреч, до свидания. года a до новых встреч, до новых встреч, до новых встреч, с вами